Всем привет, дорогие мои! Рад приветствовать вас снова на нашем канале. И сегодняшнее наше видео будет по мотивам довольно часто встречающихся вопросов, которые я могу прочесть перед своими прямыми эфирами на этом же канале, или моем аккаунте в Instagram, или в ваших комментариях под многими видео. А не сделает ли меня присутствие безвольным? Почему-то это часто встречающееся явление, когда люди слышат о том, что для того, чтобы освоить присутствие, нужно заметить, что вы и жизнь – это одно. Перестать возражать против жизни и отдаться потоку жизни, возникает сильный страх. И основной мотив этого страха – они сделают для меня присутствие безвольным. Не превращусь ли я в тряпку, либо в бревно, ну в оригинале другое, менее цензурное выражение, плывущее по реке или в проруби. Может быть, мне все люди сядут на шею и будут делать со мной что угодно. Или, например, в одном из постов в Фейсбуке, когда я писал о присутствии, кто-то почему-то в моем посте счел меня убежденным пацифистом и стал приводить пример, что, мол, был вот такой человек, тоже в каком-то, не знаю, в какой-то истории, описанной камью. Был вот такой человек, который был миротворец, он был за мир во всем мире. Это не очень модная сейчас идея. Сейчас модно убивать друг друга. Причем все равно воины света или воины тьмы, все считают себя воинами света, главное убить всех воинов тьмы. Вот, поэтому миротворцы сейчас самые непопулярные люди. Но я вовсе не о миротворчестве совсем. Присутствие миротворчества, миротворчество – это концепция. Так вот, жил был себе такой человек, Укамю, который любил всех людей, но поскольку, собственно, его идеи были не очень принятыми, он, значит, ушел и решил уделиться и жить в хижине где-то высоко в горах. А потом пришли к нему фашисты и, конечно же, убили его первым. Вот, и, похоже, человек, который писал мне эту цитату из романа Камюн, делал это с каким-то победоносным, судя по всему, видом, как некий аргумент, что что же я призываю к присутствию, когда нужно воевать и сражаться. Но это лишь от небольшой дальновидности и от в корне неверного понимания присутствия. Присутствие предполагает процесс невозражения против происходящего в жизни. Он предполагает сдачу перед происходящим в жизни, но он не предполагает быть рабом других людей. Он не предполагает быть рабом чего бы то ни было, например, концепции судьбы. Поэтому слово «судьба» я не использую, иногда могу использовать глагол «суждено», но не производным совсем от судьбы как конструкции, потому что судьба – это концепция. Судьба нужна человеку, только не рискующим присутствовать. Когда вы начинаете присутствовать, вы обнаружите, что всё происходящее в жизни не предзадано концептуально, а просто существует потому, что происходит. У этого происходящего нет планов на вас. Ему вообще плевать на вас. Он вообще существование не идентифицирует вас. Вообще это не то, что случается с вами. Это то, для чего ваше тело используется, чтобы эти процессы в существовании происходили. Существование глубоко безразлично, потому что оно не может идентифицировать вас. И вот оттуда вопрос присутствия. Возвращаясь к базовому вопросу – не сделает ли меня присутствие безвольным? Ответ прост. Конечно, сделает. Но не расстраивайтесь. Это не самое ценное, что у вас есть, уверяю вас. Воля, несмотря на то, что вы могли до этого всю жизнь лелеять, как большую ценность своей жизни, это не самое ценное, что у вас есть. Почему-то многие считают, что именно воля сделала их, кем они есть. И если я сделала, каким бы есть, подразумевается огромный объем страданий, то да, воля в этом крепко поучаствовала. Но воля никак не связана с эффективностью вашей жизни, с эффективностью вашего бизнеса, с эффективностью построения вами отношений, со счастьем вообще никак не связана. Более того, воля в той степени, в которой вы позволяете, обкрадывает вас здесь. Поэтому да, слава Богу, присутствие в той мере, в которой вы освоитесь, сделает вас безвольным. Но значит ли это, что вы станете малоподвижной тряпкой? Вовсе нет. Как показывает опыт мой личный, моих клиентов, моих студентов, благо психотерапии, переживания, мы уже очень много работаем над этим, и большой путь прошли я и мои коллеги. Уверяю вас, все замечают одно и то же. В той степени, в которой вы осваиваете присутствие, вы станете гораздо более эффективным. Вы станете гораздо более эффективным в бизнесе. Поговорите с любыми бизнесменами. Они вам скажут, что все максимальные прорывы инновационные в их бизнесе были связаны потому, что... И дальше они фенологически опишут вам картинку, которую я бы вполне описал, как присутствие в своем учебнике по психотерапии. Да, безусловно, нужна операционная деятельность, подготовка и так далее, но не прорывы в бизнесе. Если вы вспомните ваши коллизии в отношениях с близкими людьми, знаете, известная история, что отношения нужно как-то строить. Или там, в советские времена, когда люди женились, выходили замуж прямо на свадьбе и говорили какие-то идиотские поговорки, типа вот этого. «Жизнь пройти, не поле перейти». Или там истории про то, что нужно съесть пуд соли для того, чтобы наконец построить отношения. Но мне видится, что только коммунизм так тяжело нужно строить. Отношения не должны быть тяжелыми. Да, в отношениях не избежать конфликтов, поскольку вы и ваша жена или ваш муж это люди с разными концепциями. И, конечно же, ведомые своими концепциями, будьте ссориться, конфликтовать, это нормально. Вопрос в другом. Будете ли вы лелеять свою концепцию желать победить? Будете лелеять свою концепцию, но желать подстроиться и найти компромиссы? Или вы просто начнете присутствовать? Уверяю вас, в тот момент, когда вы начнете присутствовать, ваши действия в контакте с вашими близкими будут гораздо более эффективны в смысле построения того, что вы хотите, близких отношений. конфликты и острые ситуации возможно останутся, но они будут становиться короче и реже. В них нет необходимости. Но если они будут случаться, то они будут случаться, прекрасно, пусть будут. Но вы никогда не будете сутью этих конфликтов, вы будете присутствием. И поэтому присутствие довольно быстро породит действия, которые нужны именно для этой ситуации. Так же, как вы можете в течение трех месяцев думать, как бы сказать своему коллегу, коллеге или партнеру какую-то неудобную для него правду, но любая форма, которую вы придумаете с концепцией, будет либо бесполезна, либо разрушительна. Но любая форма, появившаяся из присутствия, будет максимально эффективной. Что касается активности вашей, то вы можете стать гораздо более активным. А может быть активность останется такая, а может быть станет гораздо меньше. Может быть действительно вы решите, что в вашей природе сейчас не работать по 16-18 часов в день, а выращивать цветы или медитировать, возможно, или, не знаю, заниматься какими-то другими делами, или начать фотографировать или что-нибудь в этом роде. Неизвестно, в тот момент, когда вы осваиваете глубоко присутствие, вы параллельно этому утрачиваете контроль над происходящим. Страшно, правда? Как это без контроля? А именно так. Вам придется довериться присутствию. Помните, я говорил, присутствие что-то внутри вас знает, как вам быть счастливым. Поэтому, уверяю вас, все не так плачевно, как вам кажется. То же самое о границах. Вы можете концептуально регулировать ваши границы, отстаивать их. Это одна из самых распространенных тем психотерапии. Особенно в гештальтерапии довольно часто такие заявки. Человек жил всю жизнь безгранично. Все сидели у него на шее, он строился в зависимые отношения. Вдруг в процессе психотерапии он замечает, что ему так не хочется больше жить. Он задолбался испытывать вину, не хочет испытывать постоянно обиду. Обида – это чувство маленького человека. Он говорит, ну я же достоин другого отношения. И вдруг всю злобищу, которую он копил всю жизнь, он начинает выплескивать на окружающих людей. И появляется легкость в жизни. Вы помните эту разницу? Когда вы следуете чему-то, что не вы, максимум, что вы чувствуете, это облегчение, снижение тревоги, напряжение, страха. И это уже для вас прекрасно. И все, вы на этом останавливаетесь. Вас никогда не наполнит, вас станет меньше. Но вам от этого все равно кайфово, когда вы испытывали тревогу, страх, столько времени, фух, слава Богу. И теперь шанс, что вы за это поведение усхватитесь, очень велик. Теперь вы из одной концепции жертвы превратитесь в другую концепцию, злобную сволочь. Те же яйца вид сбоку, ничего не изменилось, одна концепция поменялась на другую, но вы гордитесь этим. Скорее всего, через полгода-год вы отдуплитесь, что ваши отношения стали еще хуже, вам еще труднее, а все потому, что вы в очередной раз обманули себя. В очередной раз обманули себя. Если вы начнете присутствовать, просто поселитесь в каждом моменте вашей жизни, уверяя вас, сначала вы встретитесь тем, что действия, которые рождаются внутри вас, они настолько аутентичны вам, что не вызывают у вас труда, а люди почему-то перестают нарушать ваши границы. Прикиньте, вы ничего не делали, но как-то естественным образом в контакте с людьми они перестают нарушать ваши границы, а вы совершаете очень правильные с точки зрения ваши границы действия, а дальше больше. В той мере, в которой присутствие становится глубже, и вы сами становитесь присутствием, в той мере вам вообще не нужно, чтобы это делать для того, чтобы восстановить нарушенные границы, просто никому в голову не придет их нарушать. В присутствии ваше бытие присутствием, граница вшида, как будто на лбу что-то начинает быть прописано светящимися буквами, крупными такими, знаете, и другие люди просто не нарушают границы. Вот спросите меня, сколько раз мне нужно было за последние лет 10-15 отстаивать свои границы. Я на пальцах рук вам перечислю, ну всерьез, чтобы нужно было отстаивать границы. Людям редко приходит в голову их нарушать. Я никого не наказываю, я ни с кем не ругаюсь, я никого не стыжу. Но границы как будто вшиты в наши отношения, но у меня их нет, я их так не переживаю. Людям будет казаться извне, о, у него такие ясные границы. Он самодостаточный, человек, но это их концепции. Они так спят и галлюцинируют относительно вас. Они так видят вас. Внутри вас всё иначе. Вы просто живёте, вы просто присутствуете, вы просто наслаждаетесь жизнью, вы просто влюблены в жизнь и опьянены ею. Это всё, что вы делаете. Но люди больше не нарушают ваши границы. Итак, присутствие один из самых эффективных способов быть проактивным человеком. Но, возможно, вы станете отшельником, запрётесь в хижине, это тоже прекрасно. Если так должно случиться, это обязательно случится. Вы всё равно ничем не управляете. Всё равно, помните, шоу идёт само по себе. Просто вас периодически вызывают на сцену, а вы гордо думаете, что это именно вас вызвали на сцену. Нет. Просто идёт шоу. Всё происходит, что должно случиться. Что должно случиться, обижательно случиться, отчего нет. Вылезти из кожи. Этого не случится никогда. Перестаньте бороться с вашей жизнью. Перестаньте контролировать вашу жизнь. Вы станете сильнее. Вы станете несоизмеримо мощнее. Потому что помимо надписи на лбу, теперь вам достанется не один, два, три процента вашей личной мощи энергии витальной, а все сто. У вас появится столько энергии и столько мощи влиять на мир, который не было раньше. Надеюсь, это видео заставило вас задуматься о себе. И, может быть, поучаствовал хотя бы немного, в появлении той самой жажды знать, а кто я на самом деле. Удачи вам. С любовью, ваш Игорь Погодин. Возможно, вы давно мечтали сделать психологию не только вашим увлечением в жизни, но и профессией. Никак не могли подступиться к этому делу. Ну, или вам казалось это занятие крайне тяжелым, сложным, что в некотором смысле верно. Однако, это еще и очень увлекательная профессия. Поэтому, сегодня я пригласил бы вас в одну нашу программу, которой мы занимаемся уже очень долго. В нашей академии вот уже четверть века, 26-й год пошел, как мы занимаемся образовательными, развивающими и терапевтическими программами в области гештальтерапии. В этой программе можно одновременно и поправить пошатнувшееся душевное здоровье, и научиться строить принципиально иные отношения, разобраться со многими своими болячками и проблемами, и на основании всего этого начать получать самую лучшую профессию в мире, которую я считаю гештальтерапией. Все в этой программе подобрано под одну главную задачу. Сделать вас крутыми, классными специалистами в области гештальтерапии, а по окончании получить сертификат международного образца в соответствии с стандартами Европейской Ассоциации гештальтерапии. Для этих целей внутри программы есть большое количество блоков. Это и лекции по теории и методологии гештальтерапии, и огромный объем практики, где вы будете тренироваться и формировать навыки. Индивидуальная психотерапия, групповая психотерапия, индивидуальная и групповая супервизия, реально большое количество применения всех этих знаний на опыте в реальной полевой практике, что не позволит вам не стать хорошим гештальтерапевтом. Вот уже несколько тысяч выпускников выпустились из нашей академии, и у каждого большая, сильная, стабильная практика. Если вам это интересно, добро пожаловать также в нашу программу. Для этого вам всего лишь нужно перейти по ссылке в описании профиля, оставить заявку и встретиться на группе.